Добрый день, друзья! В сегодняшнем ролике я хотел бы продолжить тему о трудовых мигрантах и проблемах, с которыми сталкиваются крупные мегаполисы Российской Федерации из-за их нехватки на фоне пандемии коронавируса и закрытии в связи с этим границ. Последнее видео на тему нехватки трудовых мигрантов в столице и некоторых проблемах, связанных с этим и озвученных мэром Москвы Сергеем Собяниным, было опубликовано на моем канале неделю назад и набрало около 150 тысяч просмотров, и я просто не имею права не поднять эту тему вновь. Напомню, 18 октября московский градоначальник заявил в эфире телеканала Россия 1 о нехватке количества трудовых мигрантов в столице, уменьшившихся из-за закрытия границ во время пандемии коронавируса примерно на 40%. Такая ситуация, со слов Собянина, сильно повлияла на занятость в городских службах. Несмотря на проблемы на рынке труда, особенно на временных должностях, мэр столицы заверил москвичей, что московским властям удастся справиться с данной проблемой, выход из которой он видит в привлечении к уличным работам людей из других регионов и механизации рабочего процесса. Вчера, 23 октября, об аналогичных проблемах заговорили в другом крупнейшем городе России, Санкт-Петербурге, где возник колоссальный дефицит рабочей силы из-за оттока иностранных мигрантов, а также россиян из других регионов, покинувших город в период пандемии. Об этом в эфире местного телевидения сообщил председатель городского комитета по труду и занятости Дмитрий Чернейко. Самый большой дефицит низкоквалифицированных рабочих наблюдается в торговле, общепите и строительстве. Переподготовку около 100 тысяч зарегистрированных безработных, большинство из которых были без работы до начала эпидемии, вице-губернатор назвал проблемой, над которой власти сейчас работают. Людей надо готовить так, чтобы их взяли на работу, а таких программ существует не так уж много, посетовал питерский чиновник. Также в интервью газете «Деловой Петербург» Дмитрий Чернейко озвучил цифру иностранных граждан, работающих в Санкт-Петербурге, около 380 тысяч, причем всем мигрантам разрешили работать во время кризиса, даже несмотря на отсутствие никаких разрешительных документов. Он считает это правильным шагом, поскольку у многих трудовых мигрантов нет возможности вернуться на родину, а здесь они не остались без средств к существованию. В ближайшее время около 15 процентов компаний могут столкнуться с необходимостью оперативного набора нового персонала из-за повышенного спроса на сотрудников вследствие уменьшения числа иностранных рабочих. Таковы данные исследования Центра стратегических разработок, эксперты которого отмечают в частности острый дефицит кадров среди курьеров и водителей такси. Конечно же должны найтись плюсы, которые превалировали бы при наборе на работу иностранных рабочих перед местным населением. В противном случае нехватка трудовых мигрантов, особенно из стран Средней Азии, не казалась бы такой проблемой как сейчас. И такие плюсы компаниями, разумеется, были отмечены. Экономия на зарплате была названа 40 процентами компаний, как главный плюс найма мигрантов. 35 процентов компаний отметили более высокую результативность иностранных рабочих. 25 процентов работодателей отметили с положительной стороны ответственное отношение мигрантов к работе. А 19 процентов поставили в плюс редкие увольнения иностранцев. Как сообщает газета «Коммерсант», в последние месяцы у российских служб доставки продуктов и готовой еды, на фоне оттока мигрантов и пандемии коронавируса не стало хватать курьеров, что привело к росту жалоб со стороны клиентов, заказы задерживаются, а иногда и вовсе не доставляются. Ряд компаний видит выход из сложившейся ситуации путем набора на работу самозанятых с 16 лет и людей с ограниченными возможностями, экспериментируя при этом с суммой минимального заказа и стоимостью доставки. РБК произвел опрос кадровых агентств, специализирующихся на подборе низкоквалифицированной рабочей силы, и большинство из них подтвердили остроту проблемы, а генеральный директор кадрового агентства Стафап Олег Лисин даже назвал ситуацию в этом отношении безвыходной. Просто нет людей и все. И никто их не может найти. К нам регулярно обращаются очень крупные игроки типа Анкор с просьбой найти им людей. Если бы я знал способ, то я бы стал самым богатым человеком в России. Но такой способ неизвестен, пояснил он. Директор кадрового агентства кадровый резерв Игорь Демидов пояснил, что низкая зарплата является главной причиной, по которой россияне не хотят идти на низкоквалифицированную работу. Напомню, что ранее президент России Владимир Путин говорил о том, что российскую экономику, страдающую от пандемии коронавируса и падения цен на нефть, можно восстановить с помощью гастарбайтеров. Глава государства предупреждал, что в скором времени может начаться нехватка рабочих рук. На этом мой ролик подошел к концу. Как видите сами, проблема трудовых мигрантов в настоящее время существует и нужно надеяться на скорое ее разрешение. Спасибо, что посмотрели мое видео, прошу принять широкое участие в обсуждении этой серьезной для крупных российских городов проблемы. Всего вам доброго и до новых встреч на моем канале. С уважением, Ренат.